Первое место на выставке снимок года занял инженер электросвязи Сергей Жуков и его картина «Одиночество». Фотографии автор увлекается на протяжении семи лет. На его счету более ста профессиональных работ. Большинство из них получились случайно, во время прогулок. Эту фотографию я сделал в Лузановке в конце ноября месяца. Было очень интересное освещение солнца и я использовал художественный объектив «Монокольф». Всего на выставке представлено более полусотни работ. У каждого произведения своя история. К примеру, вот эту фотографию художница Ирина сделала во время путешествия в Индии. А этот снимок – одесского журналиста, запечатленный во время пожара. Тематических, стилистических и возрастных ограничений на конкурсе не было. На конкурс было представлено 63 автора, 218 работ подали. Из них 92 работы, 59 авторов попали в экспозицию. Представлены любые жанры, то есть фотографы не ограничены ни в каких подходах. Здесь и технологии разные, техники разные. Все призеры получили спонсорские подарки, вспомогательную технику для съемок. Жюри отмечает, в этом году было много начинающих фотографов, поэтому предпочтение отдавали именно новаторским работам. И здесь ты уже смотришь, или это даже очень качественный повтор чего-то, это менее интересно. Оно может быть сделано очень стильно, очень хорошо, очень правильно. Когда ты видишь что-то новое, вот это уже, да, это уже начало мастерства, пусть даже автора, который первый раз участвует. Снимок года проходит в Одессе уже в 13 раз. По традиции вход на выставку бесплатный, поэтому желающих полюбоваться искусством немало. Продлится экспозиция примерно две недели, после чего некоторые работы можно будет купить. Ольга Дунская, Александр Пережилин, Первый городской.